Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова На мой взгляд взаимопонимание. Редактор субтитров А.Кулакова 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 Это новая программа, новые костюмы. Я уже так приоткрою завесу тайны. Это историческое событие, хочу заметить, потому что я не помню, когда последний раз. Ну, я, понятно, не помню, но вообще очень-очень давно, в последний раз, обновлялись костюмы в ансамбле. Ну да, это действительно лицо коллектива сценическое, и это очень важно. Мы ждем этих костюмов, мы готовим программу, мы очень ждем концерта со зрителем. Мы знаем, что и зрители соскучились, и артисты по выступлениям в связи со всеми событиями, ограничений концертных. И, конечно, этот концерт, безусловно, очень важен, и он долгожданный, и мы стараемся. Что касается моей жизни, как моя жизнь изменилась, конечно, у меня появилось гораздо больше ответственности, понимая, что я не просто теперь музыкант, который отвечает элементарно за свою явку и свое качество исполнения, а теперь у меня появились такие, ну, творческие, как, ну, не дети, а, как сказать, подопечные, да, за которых я теперь несу ответственность, и мне необходимо какую-то наладить дисциплину в коллективе, мне необходимо там отвечать на какие-то их вопросы ко мне, на вопросы руководства о них ко мне. То есть вот этот вот момент, но мне это очень нравится, очень интересно в такой роли себя пробовать. А как вам вот эта теперь жизнь на два города? Вы же писали в СМИ о том, что вам теперь приходится и в Москве, и в Пскове, и там ваша деятельность в ансамбле «Гуслеры России» не заканчивается, и здесь продолжается что-то новое. Ну, да, и в оркестре, государственный оркестр «Гуслеры России», и в оркестре у меня как бы остаётся своя задача, я остаюсь солисткой, и плюс ещё, ну, ансамбль «Псков», и ещё у меня такая активная сольная деятельность. Я выступаю сольно с различными коллективами, народными оркестрами по России. То есть у меня ещё, ну, то есть три, получается, да, таких работы важных, поэтому, ну, двумя городами не ограничиваюсь. Ну, сейчас, конечно, в связи со всей, опять-таки, ситуацией, которая в какой-то степени, она действительно помогает сейчас привыкнуть друг к другу в спокойном режиме. Потому что если бы вот этот вот миллион концертов, гастролей, не успел бы вот пожить вот этой жизнью, как бы привыкнуть, то есть это было бы всё галопом по Европам. А сейчас вот это вот именно такой режим, ну, лично для меня он удобный, я успеваю привыкнуть постепенно. Как семья отнеслась к такому всё-таки большому изменению в жизни? В принципе, у меня в Пскове как бы мама и брат, и для них это... Они рады, что я буду чаще приезжать. Ну, хорошо, в общем-то, да. Вот, да. А что касается как бы московской моей жизни, ну, там это всё воспринимается как должное, то есть я артистка, я могу себе это позволить, жить на два города, но, в принципе, всё как должное, всё спокойно. Всё было принято спокойно, продолжается всё тоже позитивно. Как я понимаю, и в ансамбле Псков все вот эти новые изменения, включая новые костюмы, Лиза, вы уже нам про них немножечко рассказывали в другом нашем эфире, да, тоже интрига такая немножко висит. Вот, и всё это идёт немножко позитивно, как я понимаю, да. Нет такого, что приходится ломать что-то старое, строить совершенно что-то новое. Это не ваш путь как руководителя? Ну, так получилось, что перед тем, как стать мне художественным руководителем коллектива, там происходили, ну, некоторые изменения. До того момента, как я появилась в ансамбле Псков и в Пскове уже как руководитель, уже происходили некоторые изменения, и в составе музыкантов, то есть всё как-то уже начинало меняться, ну, потому что время уже было всему поменяться. И как раз мне достался уже ансамбль с несколько изменённым составом. А вы расскажите про какие-то изменения в составе именно? Ну, например, раньше ансамбль Псков очень часто выступал, используя фонограммы «Минус». И было очень такое плотное электронное наполнение звучания коллектива. Сейчас мы полностью от этого отказались, и мы возвращаемся в акустическое звучание полностью. И, в принципе, с одной стороны, это вроде как бы возвращение к традициям, а с другой стороны, это как раз и что-то новое именно для коллектива. Ну, и его звучание для зрителя – это тоже будет новое. Для непросвещенных наших радиослушателей играть акустически, вот как вы сейчас говорите, не под фонограмму – это сложнее для музыкантов? Ну, смотря какие навыки иметь, с одной стороны, это проще, то есть не зависеть от фонограммы, которая тебя ограничивает. То есть фонограмма – это всё-таки определённый ритм и темп, который тебя держит постоянно. То есть здесь есть какая-то свобода, какие-то могут быть отступления от темпов, то есть более свободное живое исполнение. С другой стороны, если ты привыкаешь постоянно играть под фонограмму, то есть сложности именно вот этой вот свободы добиться. Поэтому как бы сейчас мы работаем и над одной стороной, и над другой, чтобы было вроде как и свободно, и вроде как и не очень. Чтобы слышать друг друга, да? Да, ну, слышать друг друга коллектив очень-очень долгие годы играет вместе. Те новенькие… у нас две новеньких девочки в коллективе. Те новенькие, которые приходят, они хорошо вливаются в коллектив, то есть прям… Откуда? Вот расскажете о новичках, тоже это интересно. Так, одно обновление было, это вот прям буквально вместе со мной в одно время пришла бас-гитаристка Валерия Григорьева. Это ещё студентка колледжа культуры. Вот, очень талантливая девочка, очень легко работать, всё на лету схватывает. С Коского, да, колледжа? Да. И ещё у нас тоже новая артистка, это Юлия Кононова, дом Раальт. Это девушка, она преподаватель Псковского колледжа искусств. Я лично с ней уже знакома давно. Она училась и работала в Петрозаводске. Училась она в консерватории, то есть для Пскова это, в принципе, тоже очень хороший уровень музыканта с такой подготовкой. И Юлия работала в Государственном Карельском оркестре народных инструментов «Онега». И теперь она здесь у нас преподает, и большое счастье, что она с нами работает. Как вы оцениваете, как профессиональный музыкант, уровень музыкантов ансамбля Псков? Я, конечно, понимаю, что, наверное, вы сейчас будете хвалить их. Всё-таки это ваш коллектив, родной коллектив. Но вот на уровне, если говорить по России, например. Ну, Псков, я имею в виду не только ансамбль, но и город Псков, он всегда славился своими музыкантами и народниками в первую очередь. Это и Вениамин Владимирович Кричевский. Это как бы основоположник Псковской исполнительской школы гусляров непосредственно, у которого учились в своё время все и московские, и петербургские гусляры. Они приезжали, брали консультации, а потом уже как бы разрастались их классы, их учеников. И, собственно, фамилия Кричевский для каждого гусляра известна. И Студинов Вячеслав Петрович, у которого сын, это гитарист, это был преподаватель и долгое время заведующий отделением русских народных инструментов в колледже культуры. Одно время очень долго преподавала в Череповце в музыкальном училище. То есть, в принципе, наши музыканты псковские, именно народники, очень такая хорошая, крепкая школа. И что касается ансамбля Псков, всегда это музыканты были профессиональные. Люди, которые занимаются профессией, не переставая, не уходя в другие какие-то там направления. То есть, это и педагогическая деятельность, и исполнительская деятельность. Исполнение именно сценическое. Потому что музыкант без сцены, вот сейчас мы, к сожалению, редко выступаем, но это важная составляющая, именно концертирующий музыкант. Это очень важно. Лиза, хочу спросить вас. Вот такие изменения все-таки начались. Новый какой-то виток развития ансамбля. Вы все их поддерживаете, вот, в плане поддержки художественного руководителя теперь ансамбля? Да. Вам все нравится то, что тут происходит? Это даже не вопрос того, нравится мне или нет. Это вопрос доверия к Ольге, к ее профессионализму. И я все-таки управленец, я прекрасно знаю свое место. Но если я нахожу человека, посредством которого я нахожу общий язык с ансамблем или с оркестром, человека профессионального, человек, который любит свое дело и, главное, горит своим делом, я, у меня никаких вопросов вообще нет. Только слова поддержки и все действия со своей стороны, которые вот тоже направлены на эту поддержку. То есть тут у нас нет никаких споров или возражений. С моей стороны нет никаких рекомендаций. Ну, то есть Ольга все делает сама, а я ее поддерживаю. Ну, также не могу не задать вопрос, который буквально постоянно, как сказать, сопутствует видоизменениям каким-то в коллективах, в руководстве. Как отнесся к такому изменению прежний руководитель ансамбля Псков Александр Лип? В каких вы сейчас с ним отношениях вообще? Как это все происходит внутри коллектива? Это ко мне вопрос? Да, вот к вам обоим, наверное, ко мне. Ну, с моей стороны все прошло очень даже хорошо. И я думаю, что Александр Иванович рад за коллектив и за вот это новое направление развития. И он знает Ольгу, да, очень давно. И, в принципе, я думаю, что там тоже уже достигнуто взаимопонимание по вот именно стратегии развития коллектива и его будущему. Ольга, ответьте, пожалуйста. Ну да, я по этому вопросу, мы разговаривали по телефону, он говорит, ты знаешь, так вот коллектив как-то стал звучать, вот как-то вот, как-то по-другому. Вот не могу сказать, как, говорит, как-то легче или как-то что-то. Я говорю, Александр Иванович, говорит, не пойму, что. Александр Иванович, нету минусовок, ну, которые как бы уже привычный. Ну, вернее, как, конечно же, у коллектива поменялся тембр и краска. То есть, когда открывается, то есть, минусовка – это как, там, красивая одежда, скажем так, да, и иногда она может быть слишком красивой, слишком блестящей, и не видно истинной, как бы, красоты натуральной. А здесь работа акустически, конечно, это все вот как на ладони. И действительно шла речь о том, что вот коллектив не стал звучать ни лучше, ни хуже, он просто звучит по-другому, просто открылась другая грань. И что касается с Александром Ивановичем, мы работаем, Александр Иванович также у нас продолжает работать, петь с коллективом. Он очень, ну, как бы, активно принимает участие, и у него там тоже новые песни мы разучиваем, и он поддерживает, поддерживает. И спасибо огромное ему, потому что, ну, действительно, и для меня это тоже важно, какие-то моменты. Ну, наверняка было какое-то волнение, что придя в новый коллектив, как бы, вот, сложились бы отношения с прежним руководителем. Правда, это было тоже важно, чтобы не было через что-то переступление. Давно есть такое взаимопонимание и какая-то вот, ну, такая вот на почве юмора какого-то, то есть еще с тех давнишних времен мы, как бы, испытываем симпатию друг к другу. И здесь никаких вообще вопросов не возникло. Я, как бы, не знаю, какие там, ну, там могут быть, какие были мысли и планы, и вообще мысли о том, как я вернусь и что я буду делать с коллективом у Александра Ивановича. Я, я правда не знаю. Вот, но, во всяком случае, то, что сейчас происходит, я чувствую одобрение и поддержку мне удобно и комфортно. Я знаю, что он тоже не жалуется. Хорошо, а можно я еще такой вот тоже вопрос дилетантский немножко задам о минусовках? Вот это вещи такие, фонограммы, да, исполнение платфонограммы, это вообще очень популярное такое исполнение среди российских коллективов народных? Или это отходит больше? Смотрите, я сейчас объясню, почему. Вот, есть такое понятие, как оркестр русских народных инструментов. Это как минимум человек 50, когда сидит малых дом, там человек 8-12, альтовых дом. И так вот, каждый инструмент дублируется, и получается огромная такая махина. Ну, вот, симфонический оркестр много человек, также народный оркестр много человек, много партий. И, ну, вот, как бы такое большое предприятие целое получается. У нас ансамбль русской музыки, у нас практически каждый инструмент представлен в единственном экземпляре, ну, то есть нету дубляжа в партиях. И минусовки и фонограммы в таких случаях, они используются для того, чтобы усилить, как бы, мощность звучания коллектива. Потому что я знаю, что коллектив часто выступает, ну, выступал раньше и на каких-то городских мероприятиях, на открытых площадках и в больших залах, где действительно нужна вот эта вот большая такая масса звука. В принципе, маленьким составом без привлечения вот этих вот фонограмм, этого тоже можно добиться. Просто немножечко покачественнее и потщательнее поработать с звукооператором. Поэтому я думаю, что мы сейчас перейдем на новый такой уровень, и все у нас. Хотим слышать, как вы зазвучите. И уже мы скоро, наверное, сможем услышать, скоро концерт, да, ансамбля Пскова? Лиза, правда? Да. Я не привру, если скажу, что Псков, новый взгляд на традиции, концерт состоится 18 ноября. Правильно? Это вот об этом? Да, все верно. Состоится новый концерт с новой программой в новых костюмах. В рамках фестиваля русской музыки. Потрясающе. Приглашаем всех еще, конечно. Да, обязательно. Прилично времени, да, до него, но тем не менее. Раз уж мы заговорили о том, что сейчас у вас некоторые инструменты в единственном числе. Не планируется расширять коллектив? Вдруг есть такие какие-то идеи? Чтобы были еще семь домбр к одной домбре или еще там какие-то вот люди? Ну, конечно же, нет. Это такая изюминка коллектива, в принципе, которая была идеей присознания. Вообще коллектив изначально создавался как ансамбль гусляров. Но так получилось и так сложилось, что для меня это тоже очень большая боль. Почему-то в Пскове сейчас очень мало играющих, концертирующих гусляров. То есть они все учатся в музыкальных школах, даже в музыкальном училище, а потом они куда-то пропадают с горизонта. В столице, наверное, уезжают? Ну, наверное, да. Ну, в общем, хотелось бы, конечно, усилить гусли просто для того, чтобы вернуться немножко к традиции, и именно чтобы гусли звучали, ну, скажем так, поярче. Это можно расценивать как приглашение гусляров в ансамбль или пока что нет? Ну, в принципе, я думаю, что уже можно. Но сейчас пока у нас как бы программа идет своим чередом. Вот. И из того, что есть... Вот. Нет, в любом случае я как руководитель готова идти на контакты и на диалоги о каких-то там разных вариантах инструментов дополняющих коллектив. Потому что в каждом народном, например, коллективе в оркестре есть такие инструменты, как флейта, гобой и кларнет. Используются духовые инструменты, деревянные духовые. У нас в коллективе этого нет. Ну, мне бы, в принципе, этого очень хотелось, потому что, если раньше эту функцию у нас выполнял синтезатор, какие-то звуки вот этих вот духовых, то сейчас у нас синтезатора нет, ну, просто нету такого исполнителя, и как бы мы отказались от электроники, да. Со временем, возможно, нам нужны будут помощь вот этих вот музыкантов, да. Ребята используют сами артисты ансамбля, играют на желейках, что, в принципе, тоже очень такая традиция, которая поддерживается в этом коллективе много-много лет. Поэтому стараемся. Но все эти музыканты, инструменты музыкальные, перечисленные Ольгой, они есть в симфоническом оркестре. И я, конечно же, за, чтобы они поучаствовали в программе Пскова. Но, я так понимаю, это вопрос аранжировок на сегодняшний день. Это прям вопрос, вот буквально первый концерт у нас уже есть определенность. А дальше мы уже будем... Дальше уже посмотрим, как все будет. Ну, вот вы говорили, что мало у нас сейчас в Пскове таких активно занимающихся музыкальной деятельностью артистов. Ансамблей, коллективов. А что вы скажете об ансамбле Лель? Елена Ленина – это школьный ансамбль, как я понимаю, да? Да, это ППК. Да, вот педагогический комплекс. Как вы оцениваете их уровень? Может быть, когда-то в будущем они смогут разделить сцену и с ансамблем Пскова? Они очень-очень большие молодцы. И вот это вот очень приятный такой момент. Наверное, это единственный такой вот коллектив детский, благодаря которому сейчас слышат по России о том, что в Пскове есть гусли. Потому что все-таки немножко подзатихла вот эта гусельная псковская слава. На уровне учеников, которые уехали в другие города, она слышит. Но именно конкретно очень мало из Пскова гастролирующих, тем более детских коллективов. Они ездят, они очень продуктивно участвуют в конкурсах, в фестивалях. Они планируют свои какие-то мероприятия. У них все это получается. И я с удовольствием это все поддерживаю при любой возможности. И буду очень рада, если кто-то из ансамбля «Лель», получив уже образование в музыкальном училище, к нам придет в коллектив уже в качестве профессионала. Хорошо. А если говорить тогда о сотрудничестве, если замахнуться на, например, на гуслеров России, на оркестр, в котором вы играете, возможно ли сотрудничество? Да, в принципе, мы рассматриваем возможные варианты посотрудничать и с руководством Московской областной филармонии, и вот с руководством Псковской областной филармонии. Варианты есть, но сейчас, к сожалению, опять-таки у нас рамки ограничены, да, из-за вот пандемических вот этих моментов. То есть нет сейчас такого и с гастролями гораздо сложнее. Трудно планировать. Трудно. Нет, даже дело не в том, что мы можем напланировать, и мы можем там договориться о проведении каких-то совместных концертов, но просто сам контакт людей – это большие массы людей. В Пскове у нас 12 человек, ну, с солистами 15, а там в коллективе 30 человек. То есть получается уже такая большая толпа, хорошая, талантливая, профессиональная толпа, но вот, к сожалению, пока нужно избегать. Лиза, вот по вопросам сотрудничества, вы поддерживаете Ольгу? Вот примерно то же самое вы можете сказать об этом? Да. А если тогда такой вопрос и задам. Ну, раз у нас новый такой руководитель художественный прекрасный, может быть, возможно ли в будущем, следующим летом, какие-то опен-эйры вот именно народного коллектива, ансамбля Псков на улице где-то, в Пскове где-то, вот точно так же, как у нас был летний прекрасный концерт симфонического оркестра? Да, обязательно, с учетом того, что коллектив небольшой, мобильный, можно искать интересные локации, исторические какие-то памятники, да, там, например, Варламовская башня или палаты Постникова вновь открытые, можно где-то камерные концерты делать тоже в исторических интерьерах. Обязательно сделаем. У нас еще есть для этого время. Я думаю, что Псков будет летом работать не менее активно, чем симфонический оркестр. Ну, то есть вы уже так себе наметили немножечко. Конечно, конечно, да, нет, ну, просто в любые исторические, древнерусские, в любые памятники зодчества, архитектуры Псков пишется просто идеально, и поэтому, естественно. А как чудесно, Ольга, вы записывали видео, она играла на... На фоне Покровской башни, да. Это же вообще потрясающе, такой простор, так дышится свободно, мне кажется, и музыкальный. Да, там, кстати, тоже очень хорошее место, и с точки зрения акустики, и с точки зрения картинки, там обязательно сделаем концерт. Ветер, наверное, мешает, все-таки там очень ветерное место, нет? Нет, там ничего не мешает, там очень здорово было. Я думала, что ничего будет не слышно, вот когда я на этом бастионе сидела, да? Вполне относительно. Я думала, что вообще даже никто не заметит, те, кто снизу проходит, что там что-то происходит. На самом деле, видимо, так вот этот ландшафт влияет на акустику, звук, что там внизу толпа стояла, задрав головы, и наблюдали. Я как на высокой такой сцене. А я в чехле сидела от гусеника. Ну, были еще или рядом отдыхающие люди. Шагировали вы, да, в течение немножко. Да. Понятно. Мне кажется, такие вещи, они очень привлекают к народной музыке, популяризируют ее. Конечно. Вот насколько вообще сейчас народная музыка пользуется спросом? Интересна ли она для современных слушателей? Идут ли на нее? По большому счету, никогда равнодушных не остается к народной музыке, потому что, тем более, люди мы русские, да, и люди мы такие русские. Если мы говорим о русской традиционной культуре, у нас, к сожалению, есть такое, что немножечко она забыта. То есть не все слышали, знают. Ну, все знают, там, сарафаны, кокошники, матрешки, там, балалайка. Что мы, собственно, знаем все. У нас, кстати, не будет кокошников. Извините. Да. И матрешек. Это про костюмы. Да. Вот. Поэтому вот когда звучит русская музыка, когда звучат гусли, то здесь какая-то срабатывает генетическая память. То есть человек этого не слышал, но оно как-то начинает так пробираться в сознание, и мне очень часто говорят, что, ой, это такой эксклюзив, это такая экзотика гусли. Какая же это экзотика, да? Да, говорю, да бог с вами, говорю, русские люди, экзотика. Вот. Но, в принципе, равнодушных нету. Есть люди, которые послушали, как-то забыли, а потом, когда это слышат второй раз, тогда возникает какое-то уже... У меня очень много, ну, как бы слушателей моих постоянных, вот в Москве даже, которые в свое время... Взрослые люди абсолютно в свое время закончили там музыкальную школу по флете, по скрипке, там еще где-то. И в какой-то момент, услышав на концерте гусли, они теперь просто из зала в зал за мной вот как бы вот кочуют. А они в Псков приедут? Ну, я не знаю. Ну, в принципе, ну, в принципе, туристическая задача Пскова, да, тоже должна быть решена. Вот. Ну, я думаю, что возможно... Приедут тогда. Хорошо, билетики на сайте. Да, всем понятно. Нет, ну, любят, любят народную музыку. А среди детей популярны ли народные инструменты сейчас? Я вот всегда, Лиза, не даст соврать, сколько у нас было интервью, я всегда спрашиваю про детей, как мне кажется, это очень важно, чтобы маленький человек, он посещал концерты, слышал музыку, приобщался к ней, ну, а там уж как судьба как бы сложится, или он полюбит, и будет учиться на музыкальном инструменте, ну, или займется чем-то другим, но шанс нужно дать. Ну, они маленькие, они самые искренние, и их не обманешь, и они обманывать еще не умеют. Поэтому вот эта вот реакция их, ну, это, в принципе, касается любой музыки, не обязательно народной, но то, что к народной музыке тоже у них душа лежит, это абсолютно точно, и это прям честно, это прям совершенно честно, когда вот всегда найдется какой-нибудь ребенок или парочка детей, которые там подойдут после концерта, им интересно потрогать вот эти вот струны, для них это волшебство. Ну, как запретить? Вот, поэтому... А вот вообще музыкальное образование детского, народных инструментов, насколько это сейчас, даже не знаю, испытывает трудности какие-то? Я вот была в музыкальной школе, отводила туда дочку на занятия, в общем. Детей полно, на самом деле. Я думала, что вот как-то там меньше народа, меньше детей, но все ходят, кто с скрипкой, кто с доброй, кто поет, кто еще чем-то занимается. Сейчас это активно как-то вот среди детей развито, или все-таки хочется больше? Всегда в музыкальных школах учились дети, и в достаточном количестве, то есть всегда кто-то должен заниматься танцами, кто-то художественной школой, кто-то музыкой, а кто-то пытается заниматься сразу всем, а потом что-то выбирать из этого всего. Безусловно, музыкальное образование, оно очень важно, и ни одному человеку оно не помешало в жизни, даже если это было хотя бы два или три года в самом начале музыкальной школы, все равно это не мешает. Это расширение кругозора и так далее, общего уровня культуры. Да, что касается популярности, ну, для ребенка он сначала даже не понимает, ему либо нравится, либо не нравится. Он не понимает, зачем его сюда привезли, привели, чему он должен научиться. Ну, как бы конкретная задача перед ним, ну, как бы не стоит. Задача педагога – научить учиться и научить любить музыку. И уже вот через вот этот интерес детский уже дергать за веревочки, которые нужны педагогу, и достигать нужных результатов. И вот этот вот момент, конечно, я своим педагогам очень благодарна. И первое – это терпение, конечно же, каждого педагога важно. И вот этот вот момент – заинтересовать. Вот. Ну, а если заинтересованы, то и ребенок и сам придет, и он еще и подружку приведет, и дружка, и… Вот уже и сложился ансамбль небольшой. Вот уже и ансамбль, да. Поэтому это такое дело. Все зависит от нас. Как вы считаете, какой сейчас у детей самый популярный народный инструмент? Я не знаю. Сложный вопрос. Мне сложно очень сказать. Не знаю. А, гитара. Она относится к народным инструментам, но я знаю, что на гитару там такие конкурсы, там чуть ли не по 50 человек на место. Ну, я не Псков, но не дала все. К сожалению, это не Пскове. Вот. Но и как бы вот на гитару, да, вот просто на гитару и на фортепиано. Это постоянно больше всего. Но это не наше время. Это в любое время так. Всегда так было в любое время. А мне кажется, гусли тоже сейчас какую-то вторую жизнь обретают совершенно на иначе. Вы знаете, в Пскове я сейчас не очень могу сказать, потому что я не очень еще освещена вот здесь, не очень еще как бы эту прощупала почву. Ну, подожди, ты же знаешь, кто участвует в юных дарованиях? Там какие в основном инструменты, заявки, которые ты получила? Самое основное – это молодцы баянисты, балалайшники. Баян, мне кажется, тоже очень популярен. Баян очень хорошо у нас, да. В Псковской области я прям даже, прям радуюсь. Баянный край. Обалдеть просто, да. Гуслиров не очень много. Ну, вот по тем записям, которые вот я видела, мне присылали, как бы, да, там, для смотра, для отбора. На хорошем уровне играют дети, но немного. Вот. Ну, будем привлекать. Мне кажется, очень хорошо, если бы привлек ансамбль Псков какими-то уроками музыкальными, мастер-классами, концертами, если бы отправился в районы нашей области. Возможно ли это, Лиза? Это, наверное, к вам. Конечно, это возможно. Это всегда так и делается. Просто сейчас из-за пандемии там несколько программ... Ну, вообще, в принципе, гастроли как таковые свернуты, потому что это все считается небезопасным. Вот. А в целом для популяризации, в первую очередь, мне кажется, нужны концерты. Потому что даже на примере симфонического оркестра, после того, как у нас начались успешные выступления, полные продажи залов, музыканты из нашего оркестра подходили, те, которые преподают педагоги, и говорили о том, что в музыкальных школах увеличилось количество учеников, увеличивается, и появляется все больше и больше желающих учиться на каком-то инструменте из оркестра. То есть концерты, это как финальный результат, это самая лучшая реклама, которая может быть для выбора, ну, не знаю, не профессии, но увлечения, во всяком случае. И то же самое с ансамблем Псков будет. Как только мы начнем давать классные концерты, с интересными программами, я вас уверяю, увеличится количество желающих, там, малышей и школьников обучиться играть на том или ином музыкальном инструменте, народном именно. Ну и, в принципе, здесь как бы сама специфика ансамбля Псков за счет того, что он маленький и мобильный, в основном ансамбль Псков гастролирует по области, и именно вот, ну, как периферия, да, вот области, именно ансамбль Псков как бы с ними взаимодействует. Потому что большие коллективы, конечно, сложно вывозить, а вот наш, вот этот маленький, конечно, будет новая программа, конечно, будет что-то новое. Да, и когда гастроли уже мы сможем возобновить, конечно, все наши районы, большие города, да, они увидят совершенно новый Псков, совершенно другая программа. Я хочу просто на этом сделать акцент, потому что это очень важно с точки зрения возрождения и перезагрузки коллектива. Мы возвращаемся к традициям, мы уходим от эстрадных песен, в конце мы не будем петь, мы желаем счастья вам. Это не значит, что мы не желаем счастья вам, это значит, что просто мы перезагрузились. Вот, поэтому эстрада, она уходит из ансамбля, и мы обращаемся к истокам и к традициям. Я считаю, это отличная финальная нота нашего разговора. Спасибо вам большое за беседу, за такое утреннее. Я напомню, у нас сегодня в студии были директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Лиза, спасибо, что пришли. Спасибо. И художественный руководитель ансамбля Псков Ольга Алексеева. Спасибо, и как говорится, мы желаем счастья вам. Да. И прощаемся с нашими уважаемыми радиослушателями на красивой музыкальной ноте. У микрофона была Елена Яковлева. Желаю вам хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok